Приветствую! Метаморфозы Великой Отечественной войны до сих пор удивляют. Сегодня рассказ о том, как помирились и стали друзьями русские и немецкие офицеры, насмерть стоявшие друг против друга в Сталинграде, в битве за цех завода «Красный Октябрь». Тимофей Алексеевич Ромашкин, будучи гвардией капитаном Красной Армии, участвовал в битве за Сталинград в составе 1-го батальона 253-го Тарасчанского полка 45-й стрелковой дивизии. Бойцы этой дивизии смогли закрепиться в цеху номер 4 завода «Красный Октябрь». Когда командир батальона погиб, Ромашкин взял на себя командование. Страшные, ожесточенные бои шли на том заводе несколько недель, а закончились они тем, что немецкие войска были дожаты и сдались в плен. Ромашкину повезло выжить до мясорубки, да и выжить в самой войне. И вот однажды, спустя более 20 лет после войны, ему попалась книга бывшего немецкого офицера Гельмута Вельца, под названием «Солдаты, которых предали». Которую выпустило издательство «Мысль» на 20-летие победы. Открыв ее, он начал листать страницы, и его внимание привлекла глава «Бой за цех номер 4», поразительно честно рассказывающий о событиях в Сталинграде. Как оказалось, Вельц был тем командиром немецкого батальона, с которым непосредственно пришлось сражаться бойцам Ромашкина. Это так взволновало ветерана, что он написал письмо немецкому офицеру, а тот незамедлительно ответил. Выяснилось, что капитан Вельц, штурмовавший Мартеновский цех номер 4, который защищал Ромашкин, в итоге попал в плен в Сталинграде, что и помогло ему остаться в живых. В плену он пересмотрел свои взгляды на эту войну и пришел к выводу, что война с СССР была преступлением, как преступным был и сам нацистский режим. После освобождения он вернулся в Германию, предпочитая ее восточную часть, то бишь ГДР. Беседа двух ветеранов в письмах сначала была настороженной, но со временем стала дружеской. Немец очень хотел встретиться лично с Тимофеем Алексеевичем на земле Сталинграда, где они когда-то были врагами. И вот спустя 30 лет после окончания войны это у них получилось. Они вновь встретились в Волгограде, уже тогда Сталинград назывался так, но встретились уже как друзья. И после они сохраняли дружеские отношения до конца жизни. Вот такая история. Ну а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всего хорошего и пока.